МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они не поймут, что они и есть обеспечение тех денег, которые там дают. И что без их товаров те деньги ничего не обозначают. Кроме куска бумаги, на котором что-то там такое умное нарисовано. И у вас возникает очень непростая сеть. В общем, заметьте, два момента. Те, которые производят, могут не захотеть отдать. А я говорю отдать, потому что отдают они реальный товар, а получают они формальные бумажки, на которые могут купить, даже не бумажки в наше время, а электронные импульсы, на которые могут купить тот же самый товар, который они же только что и сделали. Но если вторая страна, даже если они с этим будут согласны, транспорт может не выдержать необходимости переброски огромных мостоверов по всему земному шару. Я уже не говорю о том, что терроризм бывает разный. Среди террористов могут встретиться и пираты. Первый серьезный звоночек к такому развитию событий дали пираты. История показывает, что пиратство всегда возникало в момент перегрузки транспортных путей. А это наш следующий момент, наша история. Пиратство всегда возникает не просто так. Оно означает, что транспортные сети перенапряжены и являются слишком важными. А потому они переоценены. Собственно, пираты – это попытки получить маленький кусочек переоценки транспортных сетей. Вот то, что происходит реально. Почему началась война в Ираке? И почему повесили Саддама Хусейна? Не за то, что он создавал оружие массового уничтожения, а за то, что он хотел торговать нефтью за евро. Почему сегодня Америка готовится к нападению на Иран? Потому что Иран отказался от продажи нефти за доллары. Почему верный вассал США, Великобритания, не вошла в зону евро? Потому что цены на нефть определяются на двух площадках – Нью-Йоркской и Лондонской нефтяных биржах. Войди Англия в зону евро, и Лондонская биржа была бы вынуждена отказаться от долларов. Если Америка нанесет удар по Ирану, то вот это расширение конфликта, еще одна нагрузка, которая ляжет на американские плечи, она заставит еще раз крутить этот самый маховик денежного станка, а нефть-то уже за эти же самые доллары покупать никто не будет, то же самое Китай, в конце концов, получит нефть от нас. И что тогда? Вот тогда Америка начнет разрушаться более какими-то спокойными темпами. В отличие от экономики и политики, где все построено на конъюнктуре и пиаре, математика – наука точная. Математическая модель, просчитанная на суперкомпьютере, позволила точно определить параметры долларовой пирамиды и время ее существования. Математический институт сделал расчеты, и ориентировочный срок, когда эта пирамида уже дальше не сможет сохраняться, это 2012 год. Значит, отсюда можно делать вывод, что до 2012 года либо нужно будет организовать какие-то глобальные региональные трансформации, когда доллар может быть внедрен туда вместо имеющихся там валют, либо второй вариант, который тоже нельзя исключать – это организация глобального военного конфликта, потому что обычно в истории человечества, вот когда, значит, заканчивалась вот эта волна подъема, то списывалось все это через войну. Первым глобалистским проектом в истории человечества было строительство Вавилонской башни. У людей тогда был один язык и желание возвести пирамиду до неба. Господь ее разрушил, а языки смешал. Попытка построить пирамиду с единой валютой – долларом – тоже закончится апокалипсисом. О близком конце света в 2012 году сегодня не говорят разве что ленивые. Ссылаются и на гигантский астероид, и на календарь Майя, и даже на чемпионат мира в Польше. Но, как ни странно, 2012 год действительно может стать годом катастрофы. Правда, катастрофы финансовой. По странному стечению обстоятельств, в 2012 году произойдут еще два важных события. Первое – это 18-й съезд Коммунистической партии Китая, страны, которая к тому времени станет безусловным производственным лидером планеты. Так вот, решение этого съезда способно серьезно повлиять на архитектуру мировой экономики. И второе событие – это выборы президента России сроком на 6 лет. Таким образом, Россия полностью избавляется от привязки к выборам американским. И вот тогда вполне возможно, что планету накроет новое облако пепла, но не от исландского вулкана, а от тысяч тонн сгоревших зеленых бумажек – американских долларов. Нынешний финансовый кризис носит системный характер. Несмотря на прилагаемые усилия по стабилизации доллара, это будут лишь временные отсрочки неизбежного краха. Здесь, что называется, третьего не дано. Либо доллар исчезает как мировая валюта вообще, и это может быть сделано введением локальных денег Соединенных Штатов. Либо это попытка продержаться еще год, два, три, четыре, пять за счет дестабилизации таких же регионов, как было, скажем, с Ираком, с Индонезией, там, так сказать, с некоторыми другими странами. Либо это глобальная какая-то катастрофа, которая спишет все, и можно будет начинать все сначала. Сегодня долг Соединенных Штатов составляет астрономическую сумму в несколько триллионов долларов. Собственного производства на территории США практически нет. Новые финансовые пузыри после кризиса надуть уже не удается. В принципе, если Россия, Китай, Япония решат предъявить к оплате накопленные казначейские обязательства, доллар рухнет за один день. Но это будет глобальная катастрофа. Поэтому политики искусственно затягивают процесс в поисках наиболее безболезненного выхода. Что будет с Америкой, с ее армией, с авианосцами? Вот сегодня она горда. Как был горд Советский Союз вечер, вечер 18 августа 1991 года. А утром 21 числа, в общем-то, по сути дела, Советского Союза не стало. Он развалился чуть позже в Белорусской пуще. Но на самом-то деле, вот крах трех дней. И мы оставили и Европу, и Среднюю Азию, все что угодно. Вот по всей видимости, с Америкой произойдет какой-то такой же демонтаж. То есть, вряд ли это выльется в глобальную войну, хотя такой сценарий возможен. Аналитики отмечают, что в последнее время средства массовой информации уделяют особое внимание любым природным катастрофам. Стихийные бедствия позволяют списать на них объективное ухудшение экономической ситуации. Как ни страшно это признавать, большая часть заигравшихся политиков и финансистов заинтересована в природных катастрофах. На них можно свалить вину за собственные грехи и просчеты. В отличие от американцев и европейцев, для которых неизбежно падение уровня жизни станет настоящей трагедией, мы привыкли обходиться без роскоши. А пепел от сгоревшей зеленой бумаги даже может стать неплохим удобрением для российского огорода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok